Здравствуйте! Как хранить томатную пасту после вскрытия банки? Я в основном всегда покупаю пасту в стеклянных баночках. И как я ней пользуюсь? Ну вот, допустим, на сегодня я одну треть пасты я уже использовала. Там осталось где-то так две трети баночки. И как же я храню? Значит, у меня-то я пробовала хранить при помощи горчичного порошка. Но если нет горчичного порошка, можно просто взять горчичник. Потом хороший способ хранения, когда сверху заливать растительным маслом. Вот я заливала растительное масло сверху, буквально где-то большая столовая ложка, ну вот полторы, больше не надо, главное, чтобы образовалась плёночка. Но иногда на стенках образовывается всё равно плесень. И такую банку, естественно, нужно выбросить. И вот самый хороший способ, которым я пользуюсь на сегодняшний день, я вам сейчас покажу. Что я беру? Я беру такие баночки, вот такие баночки, они из-под горчицы. Обычная горчица, которую мы добавляем к мясу, другим продуктам, да? Такая готовая горчица. Я их не выбрасываю, в течение года вот так вот потихонечку собираю, не выбрасываю. Потом есть баночки из-под детского питания, тоже можно их оставлять. Я тоже прекрасно там, в общем, не буду пользоваться. Я беру эту пасту, конечно, должна быть чистая ложка, сухая ложка, и набираю. Чем этот способ не нравится? Потому что в эту баночку у меня входит 2 столовые ложки пасты. И этого достаточно для того, чтобы приготовить борщ, или я буду тушить капусту. То есть это вот эта порция, которая мне нужна для того или иного блюда. Затем, естественно, я беру крышечку, тоже сухая крышечка должна быть, и баночка должна быть сухая, чистая. Закручиваю и ставлю в морозильную камеру. И в таком виде эта паста может стоять, ну, я думаю, очень-очень долго. Потому что вы обычно спрашиваете, а сколько она стоит? Стоит она очень-очень долго. Для того, чтобы легче мне было потом в ней пользоваться, она очень быстро и в руке нагревает, эта стеночка. Или теплой водичкой, или просто, допустим, я сегодня буду варить суп или буду капусту тушить. Значит, я ее заранее, эту баночку открою, минут за 15, да? Она все-то отойдет быстренько, и я возьму ложечкой и ее вымолю. Видите, она уже примороженная. Но если немножечко я так вот подержу в руке, она легко, я ее достану с этой баночки. То есть это очень легко, просто и очень удобно. Ну, для меня лично. Вот кому-то еще так тоже понравится, будете тоже так хранить. Этот способ мне очень нравится, потому что холодильник чистый, не нужно его лишнее рассмыть. Все аккуратно, все быстро и все легко. Спасибо вам, что вы зашли ко мне на канал, послушали меня, посмотрели, мы с вами опять встретились. Всего вам самого доброго, крепкого здоровья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok